Что такое святость? Святость – это состояние, прежде всего, души человеческой, которая стремится к тому, чтобы приблизиться к первообразу своему. То есть, так как мы созданы по образу и подобию Божию, то, естественно, и желание приблизиться к этому первообразу. И вот состояние святости – это то состояние, когда человек достиг этого в какой-то мере. Конечно, не на все 100% это невозможно, но в какой-то мере он достиг и очистил тот первообраз, который внутри нас, в каждом из нас заложен. Но у кого-то он загрязнен страстями и какими-то поступками, делами греховными, а кто-то, наоборот, его очищает. Ну, представьте, вот иконочку, да, на ней изображен Господь. Если ее неподобающим образом хранили, то или там еще кто-то и осквернял, как во время гонений на церковь и расстреливали из пистолетов ее, то, конечно, этот первообраз начинает, как бы, части утеряны становятся на этой иконочке. Но ее можно восстановить, можно реставрировать, и тогда первый образ опять появится. Вот то же самое душа человеческая. Она иногда забросана грязью греховной, иногда информационными потоками расстреляна буквально душа, и человек даже не понимает, что происходит, где вверх, где вниз, где хорошо, где плохо. Когда говорят на черное и белое, на белое и черное, у человека стресс информационный создается. Это тоже пули, так сказать, в сторону того образа, духовного образа, который в душе человеческой содержится. И так далее. И это все уничтожение первообраза в душе человека. А есть другой процесс, когда восстановление этого первообраза происходит усилиями, естественно, принуждением и очищением. И вот тот человек, который этот путь прошел, с святыми мы, так сказать, признаем людей уже по их кончине. То есть при жизни никто к лику святых не причисляет. По кончине того или иного святого мы причисляем их к лику святых по совокупности тех качеств, которых они достигли. Вот достижение их души, вот такого чистого образа Божия, выражаемого в различных чудотворениях, в различных добрых делах, в различных внешних и внутренних качествах, которые очень ярко видны. В том числе даже и мироточение, как святитель Николай, например, его мощи до сих пор мироточат. Или Нил Мироточивый. Вот это как раз и присовокупляет их к святым. Субтитры создавал DimaTorzok